вот ищущая тема это низкая освещенность объекта все мы знаем что осветить все и вся особенно большие территории но невозможно невидимой подсветка не про красный возможно это будет очень дорого и поэтому как можно более долго если камера сохраняет приемлемое изображение чем более цветное это конечно же большое преимущество и мы разрабатываем очень давно наверное решить назад работали технологии light finder названная которая позволяет именно получать изображение цветное без режима накопления зарядов без снижения кадровой частоты но тем не менее передавать его в цвете и высоком качестве здесь представлен видеоролик как раз который данную технологию его работу демонстрирует то есть тоже некий темный регион свещения практически нет и вот камера постепенно выводится на свой рабочий уровень скажем ее постепенно эту технологию активирует визирует и изображение конечно же меняет всем как бы понятно что цветное изображение на более информативно здесь можно более деталей собрать там три расследованиях инцидентов до или процесса просмотра но если света мало то куда камера используется такой технологии вот темная 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 сцена на самом деле изображение снимается камера очень очень высокого высокого качества достаточно хорошо освещенной сейчас быть человек с пульсометром он померил там само изображение действительно 25 секунду освещенность в данной зоне составляла 07 плюс первые данная технология была представлена в модели у 1602 но теперь уже данная технология light finder который называется она уже присутствует во многих моделях в том числе серии п у поворотных камерах а можно зайти на наш сайт как он там есть такой инструмент с электропродукции это можно выбирать уличная камера нужна с подсветкой там и так далее галочка light finder можно отфильтровать все наши камеры поставить галочку light finder там список десятков изделий которые технологии поддержки задержки не возникает нет и задержки возникает а на самом деле ну кто был на академии двое дадут человек они сами могут сказать ну я вкратце тоже объясню то есть там это несколько компонентная так скажем возможность который представляет эта камера опирается на несколько компонентов специально подобранные объективы во вторых это опять же матрицы специально подобраны к этим объективом да которые позволяют максимальный потенциал выжить мы третий немаловажный фактор обработки изображения которые мы сами разрабатываем все наши камеры имеет наши собственные полу и вот на этапе разработки очень большое внимание уделяется именно извлечению максимальной информации до из тех данных поступает матрицы но без потерь без шумов без искажений и так далее сохранением достаточно высокой вентиляции в том числе цветопередачи это несколько раз комбинации технологий которую камерах наши подают такой и сильный порыв ветра и произойдет замутнение изображения нет почему но потому что потому что произойдет изменение картинки она и камера будет не успевать 25 секунд поэтому будет сейчас не 25 кадров не по всей поверхности кадра потому что иначе вам бы свет не хватало и видно было о том что постепенно постепенно картинка как бы замораживается я могу объяснить более подробную технологию я помню мыслием как бы немножко если объясню вам будет понятно работа не связано никоим образом накопление заряда с различных разделения в сцену то есть если будет ветер по траве конечно права будет шататься на рейсе при этом они будут точно том же качестве передавался и человек будет стоять или идти и его и свете технологии расскажу о камере серии 16 новинки которые у нас вышла тоже достаточно недавно а куша не насколько но она не влияет нас с чем больше информации тем меньше шумов тем больше детализации камеры 7 и выше существительность не меньше шумов соответственно поэтому архив положить положительную сторону и будет меньше так уж у нас 15 камер у нас вышло у нее кадровая частота здесь написано 100 но может на самом деле 120 кадров секунду уже с камеры сетевой получать изображение достаточно скоростной если есть такая потребность ну чаще всего казино например да когда нужно снимать быстро и нам процессы происходящие данных налогических процессов можно вот этой камере снимать очень высокий с высокой скорость изображения здесь уже полный набор зевстрим vdr life finder электронной стабилизации изображения а уличная камера они обладают достаточно широким диапазоном температурным камеру во-первых можно посмотреть большинство здесь стоит снимает показывает физически да она не на самом на корыте стоит а вот здесь на столе у нас камера имеет еще такое основное отличие от предыдущих своих собратьев младших предыдущих моделей у нее алифокальный моторизованный объектив уже полноценно то есть раньше камеры фиксированного такого исполнения они имеют чаще всего обычные веки которые нужно было руками фокусное расстояние и фокус самонастраивать здесь уже объектив мотаризованный то есть удаленно можно эту камеру при сохранении всего функционала и форм-фактора и достаточно высокой существительности да она обладает вот таким такой возможности изменения фокусного расстояния есть у камеры несколько профилей которые можно легко настраивать тогда они отличаются так сказать цветопередачи и адекватностью картинки и профиля первые это для съемки высокой детализации с некоторым ущербом сторонах не качестве изображения его восприятия несколько мультяшная при этом даже сильная контровая засветка побудите там лица очень хорошо снять второй профиль это так скажем лайф так называемый для очень живой яркой и сочной цветопередачи и третий для съемки автономеров автоматически камера меняет свои настройки при выборе того или иного профиля которые уже там предустановлены нет необходимости заворачиваться при применении камеры в той или иной сцене и просто можно выбрать профиль и он будет настроен соответствии со сценой для машины где то что после обработки для машины нет такая вот это обычный режим работает режим работает вот этот пиар то есть называет здесь зафиксирован изображение может здесь как бы как-то так здесь тоже камера стоит можете потом режим это переключать посмотреть разницу на это опять же удобно с точки зрения применения камеры в тех условиях когда монтажники допустим не очень там квалифицировали так скажем да и в момент пусконаладки они просто выбирают профиль и уже можно быть уверенным что 90 процентов случаев да они справятся с поставленной задачей так скажем и смогут обеспечить картинку более высокого качества чем нежели с базовыми настройками ну это все в эту сторону двигается потому что сейчас дорогой но у нас у нас люди пока технически еще очень грамотно но тем не менее даже нам иногда технологии бывает полезно потому что мы есть менять настройки все очень трудно затруднительно ну вот непосредственно эти профили они выбираются в интерфейсе и поменять можно очень легко и быстро и непринужденно то есть вот технологии light finder какая же выгода само собой решаем задачу низкой освещенности не добавляем дополнительных прожекторов не тянем к ним питание не меняем них лампы периодичность с какой-то а камеры они обеспечивают нам высокую реализацию меньше шумов и меньше архив нас при тех же всех равных условиях остается и